приветствую вас и по вашему описанию получается так, что вы немножко перегорели. Когда начались трудности, ваши мысли, ваши цели были не связаны непосредственно с интимной сферой жизни и сейчас, после того как вы преодолели определенные трудности, для вас секс уже не на первом месте и нет ничего удивительного в том, что вот преодоление определенных препятствий снизило ваша либидо. На самом деле, при обязательной, конечно же, проверке у врача, потому что большое количество препаратов может как-то повлиять на влечение, безусловно, думаю, что проблема еще и в том, что, ну, видимо, у вас лично все получило однообразно, то есть, вам не хватает, лично вам, не хватает разнообразия. И тут нужно попробовать разнообразить свою интимную жизнь, приносить какие-то новости, вам возможно добавить романтизма, ведь после того как у вас были проблемы, вы решали вопросы своего здоровья, наверное, было не до нежности, не до какого-то отдыха, не до чего, а сейчас это вам гораздо-таки необходимо, возможно, вы по привычке не можете расслабиться до конца. И вот это расслабление, недостаток расслабления, точнее, вам нужно немножечко дополнить, вам нужно восполнить его. А это невозможно без, собственно говоря, романтики, без, значит, отдыха и без отвлечения от всего. Вот того, что несет вам негатив. Это очень важно, потому что, действительно, если бы у вас было как бы снижено именно в лечении, то вряд ли вы бы получали удовольствие от секса, поскольку удовольствие вы получаете, но как бы морально ему не готовы, то я думаю, здесь скорее проблема всего в том, что вы просто еще не переориентировались на вот спокойную, скажем так, жизнь не отошли от лечения, тем более, что вы еще, по вашему описанию, не до конца вылечились, и как бы процесс еще не завершен, и он вас волнует. Вот когда полностью все будет хорошо, да, возможно, вы наконец в один прекрасный момент, не сразу, а однажды ощущите, что он свободный, и тогда у вас откроется второе дыхание, и вновь появится желание и стремление к тому, чтобы жизнь с мужчиной наиболее полноценной жизни. Поэтому, по вашим описанию, не думаю, что проблема сколь-либо серьезная, не думаю, что вам нужна очная консультация. Думаю, что максимум, что можно, если имеют место какие-то страхи у вас, которые остались после прекратения лечения людей, их можно будет проработать. И если, как вы говорите, вы занимались сексом в презервативе, и вам это не нравилось, то, возможно, теперь секс ассоциируется с чем-то неприятным, а соответственно, со временем ждут неприятные ассоциации, они пройдут, исчезнут, и тогда все вернется, думаю, на свои места. Ну и не нужно забывать о том, что отношения людей меняются, они трансформируются, становятся более, знаете как, спокойными, более выдержанными, более зрелыми, и нет ничего удивительного в том, что частота вашего интимного времяпроводения снизилась, это нормально, и ничего в этом плохого нет. Главное, чтобы мужчину все устраивало, чтобы вы по-прежнему доверительно общались между собой на эту тему, чтобы обсуждали все возможные проблемы, желания друг друга, и тогда, думаю, проблем не возникнет вообще никаких. И если вот как раз-таки желания у вас будут различаться, то эта машина, допустим, хочет час, а вы реже, то тут нужно подумать, как, какой найти выход в ситуации, может быть, как-то подстроиться, адаптироваться, прийти к какому-то решению, но ничего серьезного нет, потребности у людей меняются, я думаю, что у вас это период, как бы, релакса после напряжения, он впадет, и вы свое обязательно восполните. Как я уже говорю, повторю, повторю, но посмотрите, что, мне кажется, единственная проблема может быть со драками, которые вас образовали, может быть немного с комплексами. Так бывает, когда человек проводит время у врачей регулярно, могут развиться какие-то комплексы, это, как правило, нарушение личных границ и, собственно, ощущение себя беззащитное. Вот, может быть, посещая врачей, вы какие-то имеете схожие ассоциации с похожими действиями. То есть, допустим, когда вы раздеваетесь, вы чувствуете дискомфорт, по аналогии с тем, когда вы были врача, а потом осознались, что после этого последует что-то нехорошее, не очень вам приятное. И сейчас, когда вы также избавляетесь от отъезда для того, чтобы позаняться в сексе, может также быть негативная ассоциация ответов. И что сказать здесь только можно то, что со временем это продолжает, если вы полностью перестанете посещать врачей, то неприятные ассоциации постепенно уйдут, экзамен он приятный, а ассоциации совершенно естественные, рефлексивные и от вас мало чем зависящие. Но если вам будет так спокойнее, то проверьте анализ на гормоны, посмотрите, может быть какие-то препараты на вас как-то повлияли, но с психологически, с точки зрения, я думаю, все в порядке, с исключением тех моментов, которые я назвал. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду вам благодарен.